ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! Идём дальше. Группа «Б» — Япония. Идём дальше. Команда «Дания». Команда «Беларусь». Вот тут один мужчина, громче всех, самый активный явно болельщик будет у команды «Беларусь». Ну и последняя команда в группе «Б» — это команда «Финляндия». Ну и, друзья, еще раз хочу обратить ваше внимание, что сегодня 14 июня. Ровно через три года, 14 июня 2018 года, стартует чемпионат мира по футболу у нас здесь, в России, Москва, Санкт-Петербург и еще много-много городов России. Так что это первый турнир в преддверии чемпионата мира. Через три года наш прекрасный город, наша страна примет чемпионат мира по футболу, поэтому мы поддержали ее организаторов провести вот такой турнир консульс, расположенных на территории Санкт-Петербурга. Поэтому мы рады вас всех видеть здесь, в нашем прекрасном городе, в этом прекрасном парке. Мы считаем, что футбол вне политики, поэтому всем хорошей игры, самое главное — без травм. И пусть победит в нашем дружеском споре сильнейший. — Аккин с оплелом! На добивание? А окей, 30 секунд Посмотрим, чем ответит команда России Продолжение следует... Третья, два Више провесение Више пролето Комендарно и си Више пролето Эллисово Елиса Ачалвания-Торне В первую очередь хотели поблагодарить и поздравить администрацию Парк Дубки за идею и то, что они сделали, мы видели нашими глазами. Это хорошее начало и я желаю, что эта традиция берется рабочее и в следующие годы у нас было больше людей и больше настроения и дали нам такие настроения, которые вообще запоминаются в нашей жизни. Для игроков я хочу поздравить всем, потому что мы все победители, в том числе я сам играл и наша команда проиграла, но все равно я чувствую, что победитель, потому что я приобрел очень хорошее настроение и улыбка и радость, которые мы приняли. Я команда Россия и хочу особенно поздравить всех и, как я заметил, по моему команду играл директор Парк Дубки и Саня Швейс. И отдельно вам браво. Спасибо большое. Дорогие друзья, позвольте вас поприветствовать, всех поблагодарить в участии в проведении нашего турнира. Организаторов Стивена Германа еще раз, Парк Дубки, который махал нам прямо со стадиона. Еще раз поздравить нашу сборную, сказать вам большое спасибо. Я думаю, что в дальнейшем турниры, проходящие в Сестрорецке на Сестрорецкой земле, будут традиционными. Мы будем со своей стороны целиком поддерживать, потому что объединение людей, мир на земле, он складывается как раз из таких турниров, когда мы можем между собой общаться без всяких границ, без всяких преград. Еще раз вас всех с праздником спорта, здоровья, счастья, любви вам, вашим близким. Спасибо. Спасибо, друзья. Замечательные слова. Это еще не все. Приветственное слово предоставляется руководителю Инпредсервиса Дмитрию Арбузову. Дмитрий в команде. Прошу, Дмитрий. Это лучший игрок в составе команды России. И один из организаторов этого замечательного праздника футбола. Прошу. Понятно, что Россия выиграла. Хорошие спонсоры и организаторы. Уважаемые друзья, уважаемые участники, я всех поздравляю с этим прекрасным праздником спорта. Все команды проявили волю к победе. И, по-моему, заслужили наши аплодисменты. Ура! Огромное спасибо организаторам, поскольку, мне кажется, все было организовано на высшем уровне, без сучка и задолбинга. Все команды проявили волю к победе. Особенно меня удивило, что дипломаты, в принципе, кабинетные работники, удивительным образом оказались спортивными ребятами. Я вас поздравляю. Спасибо. Я думаю, что наш сегодняшний праздник удался на славу. И думаю, что он станет у нас традиционным. И на следующий год все 100 команд представителей конкурсовских представительств будет только шире. И этот пример будет уже не однодневный, а может быть многодневный. И мы всегда вас ждем здесь вместе со своими семьями в этом удивительном красивом месте. Поэтому приезжайте, пожалуйста, проводите свои мероприятия. Мы всегда рады вас видеть. Спасибо и всем большое здоровье и успехов в вашей нелегкой труде на ваге мира. Спасибо. Команда Японии. А приз вручает Наталья Багина. Аплодисменты сборной команды Японии. Рое место. Приглашается капитан команды. Награду вручает Александр Бейский. А ну и, друзья, бурные, не смолкающие аплодисменты обладателю кубка этого замечательного футбольного праздника. Команде России. Награду обручает Стивен Герман, руководитель ТРЦ «Радуга», наш генеральный спонсор турнира. За солья, а просто за солья. Ну вот совершенно же другое дело, друзья. А вот они, а вот они участники этого замечательного футбольного праздника. Всех болельщиков мы благодарим за то, что вы приехали сюда поддержать свои любимые команды. Еще раз благодарны всем спонсорам и организаторам турнира. И хочется пожелать, чтобы на следующий год наших участников прибавилось, но минимум вдвое. И уже играло не 8, а 16 команд.